МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При обращении в отдел занятости и социальных программ Акимата-Бустандыкского района в данные услуги ему было отказано, с отсылкой на то, что он прописан в другом регионе республики. Кто может подтвердить личность заявителя? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Министерством труда и социальной защиты населения было направлено письмо в Управление занятости и социальных программ города Алматы касательно оказания вам содействия для получения единовременной гуманитарной выплаты. Вместе с тем сообщаем, что личность заявителя на данную выплату могут подтвердить все административные органы страны проживания, банки, больницы, а также посольства и консульства Федеративной Республики Германии. Бундестаг Германии принял решение о выплате пособия бывшим военнопленным в мае 2015 года. Они выдаются лицам, находившимся в плену в период с июня 41-го и до 8-го мая 45-го года. Они могут получить единовременное пособие в размере 2,5 тысяч евро. Заявку может подать сам пострадавший или его уполномоченное лицо. Срок подачи заявки заканчивается 30 сентября 2017 года. Информацию о необходимых документах для подачи заявки на пособие можно найти на сайте посольства или на сайте Федерального ведомства централизованных служб. Посольство заявки не обрабатывает, но оно может передать их в уполномоченное ведомство. Потомки военнопленных могут претендовать на получение пособия в том случае, если заявление ранее уже было подано, но пострадавший до срока выдачи денег скоропостижно скончался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова